Товарищи господи 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 Когда английские рабочие в 1918-1919 году в уровне вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь под Россией», то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, в борьбе своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес и товарищ Тольяди заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов. То это и есть поддержка. Прежде всего, поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот сливаются с интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще не отделены от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные миры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание Ударной Бригады Мирового Революционного и Рабочего Движения. Этим они выражали надеяться, что успехи Ударной Бригады облегчат положение народам, томящимся под генетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую, фашистскую диранину, избавил народа Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока Ударная Бригада была одна-единственная, и пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Гории до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь наша партия легче стала бороться. Да и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабочие-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее пороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народных демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран и тем облегчить свою работу. Потому, во-вторых, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. АПЛОДИСМЕНТЫ Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазо-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип правенства людей и нации. Он заведен принципом полноправия эксплуататовского мельчества и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазо-демократические свободы выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народов. Больше никому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права независимости нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права независимости нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед. Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, и его лигами больше патриотом своей страны, так обстоит дело в настоящем времени. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания Рашидов на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуйте наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир международа! АПЛОДИСМЕНТЫ ХОЛОДИСМЕНТЫ ХОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ